Всем привет! Сегодня я приготовлю муссовый торт манго-манго. Манго это один из любимых моих экзотичных фруктов. А когда в торте сочетается манговая компоте, а в простонародье это желе с кусочками фруктов, манговый мусс и нежнейший бисквит джаконда на миндальной муке, то это просто годовщины нашей жестяной свадьбы. Готовить я его буду вот в такой оригинальной форме сердца, от Павони. Весом торт получается 700 грамм, хотя, боюсь, как бы потом не пришлось драться за последний кусочек, потому что начинка уж очень вкусная. А саму начинку компоте я буду вкладывать вот в эту подушечку. Она прекрасно помещается внутрь нашего сердца. Сейчас я вам покажу. Вот так. Как не поместилось? Ну, что ты? Все хорошо поместилось. Вот, смотрите. Под видео в инфобоксе я напишу количество ингредиентов на мою нестандартную форму сердца, а также на торт размером 20 сантиметров в диаметре. Не расстраивайтесь, если у вас нет специальной формы для мусовых тортов. Вы также можете приготовить этот десерт в стаканчиках и подавать как порционный. Начнем мы приготовление с подготовки манго. У меня было некоторое количество готового пюре, но на весь торт его не хватало, поэтому я сделала пюре из свежего манго. Разрезала его пополам и стаканом выдавливаю мякоть. Таким образом, она почти вся попадает внутрь. Можно еще очистить манго, обычная овощерезка, а потом нарезать на нужные куски. Но мне кажется, этот способ проще. Теперь блендером перемалываю часть пюре и немного оставляю, чтобы нарезать на кусочки для мангового компоте. Приготовление мы начинаем именно с него. Замачиваем желатин и оставляем до набухания. Итак, у нас уже готово манговое пюре, кусочки манго и желатин. В сотейник наливаем пюре, кладем кусочки манго и отправляем на огонь при постоянном помешивании. Доводим до кюпения, выключаем нагрев и заливаем желатин. Можно его предварительно нагреть в микроволновке в секунд 5, хотя он и так прекрасно разойдется в горячей массе. Хорошо перемешиваем и далее заливаем в форму. Предварительно ставлю форму на плоскую тарелку, чтобы она не прогнулась при переноске в морозильник. Выравниваем поверхность и убираем замораживаться примерно на 6 часов, а лучше на ночь. Для его приготовления нам понадобится яйцо, мука, сахарная пудра, сахар, сливочное масло, один мелок, щепотка соли и, конечно, миндальная мука. Если у вас нет муки, ее также можно сделать самостоятельно, просушив миндаль и перемолоть до состояния муки. Некоторые предварительно снимают кожуро, но в странах Дальнего и Зарубежья насчет этого не заморачиваются и даже продают муку с частичками шелухи миндаля. Для бисквита это не принципиально. Просеиваем сахарную пудру вместе с миндальной мукой. Размешиваем венчиком. Добавляем яйцо и взбиваем миксером до однородности. Просеиваем муку и снова перемешиваем, но на этот раз уже лопаткой. Отдельно взбиваем белок в пену, добавляя к нему щепотку соли. А после увеличения объема белка и пены, похожей на пивную, насыпаем сахар. Вот до такого состояния нам и нужно взбивать белок. Теперь в три этапа вводим белок в миндальную массу, каждый раз аккуратно промешивая лопаткой и движениями снизу вверх. Наливаем растопленное и охлажденное сливочное масло. Я растопила его в микроволновке и охладила при комнатной температуре. Еще раз хорошо перемешиваем. Тесто готово. Я наливаю его на силиконовый коврик. Вы также можете использовать тефлоновую бумагу или бумагу для выпечки. Желательно хорошего качества, чтобы бисквит легко отошел от нее после приготовления. Я не наливаю тесто в форму, а на противень, чтобы слой бисквита получился максимально тонким. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 10-15 минут. Поверхность слегка зазолотится по краям и будет пружинить при нажатии. Бисквит снимаем с бумаги для выпечки и оставляем охлаждаться. Теперь можно вырезать нужную форму. У меня это диаметр 14 см. Убираем излишки бисквита. Его можно просто съесть чаем или заморозить до использования. Дополнительно я подрезаю края под мою форму сердца. И отправляю в морозильник, чтобы легче было использовать при сборке. Когда компоте достаточно заморозилось и бисквит готов, можно приступить к приготовлению мусса и сборке всего торта. Для мангового мусса нам понадобится пюре манго, сахар, желатин, вода для его замачивания и сливки жирностью 33-35%. Сначала замачиваем желатин и оставляем до набухания. В сотейник наливаем пюре и ставим на небольшой огонь. При постоянном помешивании доводим на кипение. Снимаем с огня и вводим желатин. Предварительно я разогрела его в микроволновке секунд 5. Хорошо перемешиваю и оставляю охлаждаться. Можно даже отправить его в холодильник. В отдельный стакан наливаю охлажденные сливки и взбиваю до состояния растаявшего мороженого. Как только вы увидите следы от венчика, немедленно прекращаем взбивать, иначе можно перезбить сливки до крепких пик. А этого в мусе нам совсем не нужно. Посмотрите, вот такие мягкие пики должны у вас получиться. Когда пюре достаточно охладилось и стало примерно 30 градусов, можно соединять обе массы. Наливаем сливки в пюре и перемешиваем венчиком. Активно взбивать не следует, достаточно просто хорошо соединить. Чтобы лучше промешать массу на дне, я меняю венчик на лопатку и со дна хорошо промешиваю мусс. Отставляем мусс и достаем начинку из морозильника. Она заморозилась в камень и легко вынимается из формы. Сначала отсоединяю края, а затем полностью вытаскиваем. Посмотрите, какая прекрасная манговая подушечка у нас получилась. Итак, приступаем к сборке. В форму наливаем примерно половину мусса. Простукиваем о стол, чтобы масса распределилась равномерно и вышли лишние пузыри воздуха. Вкладываем начинку посередине и утапливаем ее в мусс. Наливаем вторую часть мусса, не доходя до края формы, примерно на полсантиметра, чтобы поместить бисквит. Выравниваем поверхность и проверяем, чтобы по периметру мусс залил все края. Затем закрываем подмороженным бисквитом и немного утапливаем его. Я забыла сразу положить форму на плотную поверхность, и в моем случае это не критично, так как форма хорошего качества с ребрами жесткости. Мне не составило труда ее перенести на ровную подложку. У меня это металлическая тарелка для тарта. Но вы, прежде чем собирать муссовый торт в силиконовых формах, конечно, сразу поставьте его на жесткую поверхность. Оставляем торт в морозильнике примерно на 6-8 часов, а лучше на ночь. А пока приготовим зеркальную глазурь, которой будем покрывать торт. Это классический рецепт. И для ее приготовления нам понадобится сахар, вода, сгущенное молоко, белый шоколад, желатин, вода для его замачивания и глюкозный сироп. Если у вас нет глюкозного сиропа, его можно заменить на инвертный, который легко приготовить самостоятельно. Кому нужен рецепт, пишите и оставляйте комментарии. Я обязательно запишу для вас видео. Замачиваем желатин и оставляем набухать. В сотейник наливаем воду, насыпаем сахар и глюкозный сироп. Помешиваем, чтобы масса быстрее объединилась и нагревалась одновременно. Доводим до кипения и снимаем с огня. Добавляем желатин и размешиваем. Предварительно его подогревать не обязательно, так как он и так быстро разойдется в горячей массе. В отдельный стакан кладем белый шоколад. Наливаем на него сгущенное молоко. Сверху заливаем подготовленный горячий сироп. И добавляем краситель. В моем случае это серебристый краситель, серебряный кандурин и белый краситель диоксид титана, чтобы желтизна шоколада не просвечивала под серебряным оттенком. И пробиваем массу блендером до однородности. Накрываем пленкой в контакт, чтобы поверхность пленки касалась глазури. И убираем в холодильник минимум часа на 4 до полного охлаждения и дозревания. Я обычно оставляю на ночь. Когда прошло положенное время, достаю глазурь из холодильника, снимаю пленку и подогреваю в микроволновке примерно минуту-две. Вся масса размягчиться не должна, в центре она может оставаться еще плотной. И теперь, вооружившись измельчителем, пробиваем массу до однородности. Рабочая температура этой глазури 35-36 градусов. Но лучше ориентироваться на текучесть. Это, конечно, придет с опытом. А пока экспериментируйте и не отчаивайтесь. И у вас обязательно все получится. Если в результате пробивания блендером у вас образовались пузырьки, то можно процедить глазурь через сито на один или два раза. Теперь подготавливаем место для заливания торта. У меня это поднос. Застилаю его пищевой пленкой в два слоя. И только когда вы подготовили место и нагрели глазурь до нужной температуры, достаем торт из морозильника. Если вы достанете торт раньше, и он успеет у вас постоять некоторое время при комнатной температуре, то на поверхности образуется конденсат и глазурь ляжет неправильно. Чтобы вынуть торт из силиконовой формы, сначала отделяем края, а потом снимаем силикон целиком. Посмотрите, какое красивое манговое сердце у нас получилось. Теперь нельзя медлить. Мы ставим на поднос стакан, на него кладем торт и заливаем. Ждем, когда вся лишняя глазурь стечет. Когда вы видите, что она перестала капать, можно снимать излишки по краям. Я это делаю палеткой, движениями вовнутрь. Посмотрите, какая глазурь у нас получилась. Она отлично легла и отзеркаливает все вокруг. Переносим торт на блюдо. Палетками подхватываем с двух сторон и кладем на тарелку. Я оставила торт на ночь в холодильнике, так как для дальнейшего декора мне нужно, чтобы глазурь подсохла и торт за это время успеет разморозиться, чтобы потом сразу его продегустировать. У нас наступил следующий день. Я решила нанести кистью серебряный гелевый краситель, поскольку торт предназначен для нашей жестяной свадьбы, а красителями мне не удалось сделать достаточный металлический блеск. Глазурь уже подсохла и мне не составляет труда окрашивать его кистью. И в завершении посыпаю золотистой вафельной крошкой и сахарными бусинами золотого и серебряного цвета. Наш торт готов! Теперь посмотрим, что же скрывается внутри. Посмотрите, какой солнечный срез получился и запомните его таким. Давайте все вернем обратно. Вот так выглядит намного лучше, не правда ли? Когда кондитеры делают феичные разрезы с муссовыми тортами и поднимают их на палетки, они еще в полузамороженном состоянии. Наш же торт полностью разморозился и, к сожалению, подсосным весом не выдержал и соскользнул. Но мы не расстроились, съели его все дружно ложками, на вкус это абсолютно никак не повлияло. А теперь, наконец, попробуем наш торт. Посмотрите, какой он нежный и воздушный. Мягкий вкус манго в гуси и более яркий в начинке. Как и предполагалось, случилась война за последний кусочек. И, конечно, победили самые младшие. Это довольно простой рецепт. Я рекомендую обязательно его попробовать. Всем удачи в приготовлении и до новых встреч!